кожа такой интересный орган достаточно все мы его носим и все мы достаточно так относимся к нему пренебрежительно скажем так вот я хочу рассказать про ее основную анатомию про про анатомию про заболевания кожи и в чем их вообще особенность если говорить кожу человека в цифрах то кожа кожа это самый крупный орган который занимает примерно 16 15 16 процентов массы всего тела то есть если я вешу 100 килограмм то 15 килограмм из этого кожи как ни странно площадь почти два километра количество клеток там в общем много много цифр суть в том что мне есть холодовые рецепторы потовые рецепторы тактильные рецепторы и сальные железы еще есть потовые железы и много чего другого плюс еще микрофлора то есть бактерии которые давайте назовем их добрыми бактериями которые обитают на нашем нашем организме и не вредят нам пока мы здоровы и значение ph есть такое понятие как ph это показатель кислотности то есть насколько кислотна наша кожа в норме слабо кислая то есть по порядка 4 8 5 7 что и является одним из защитных механизмов кожи вот строение кожи вот чуть-чуть оторванный это эпидермис такой широкий слой это дерма который состоит из сосочков и сетчатого слоя и снизу подкожно-жировая клетчатка которая у всех очень хорошо развита зачастую вот давайте по чуть чуть по отдельности пойдем эпидермис вот так он выглядит пример микроскопии эпидермис представляет из себя 6 слоев клеток верх последний из которых то есть самый верхний из отмерших клеток чешуек вот таких которые там раз 14 дней целом постоянно в общем они регенерируют ослаиваются мы это не видим называется физиологическое сушение вот из эпидермиса образуются все производные кожи такие как волосы шерстью животных зубы у акул тоже образуются из них ногти когти все что это все образуется из кожи дерма вернемся той вот картинке дерма это самая большая часть в которой собственно находится волосяной фолликул а сам стержень через который выходит волос и остальные железы и потовые которые входят в эту в эти мешочки получается что как я сказал сетчатый есть слой и сосочки сосочковый сетчатый по порядку и сети то сосочковый слой представьте себя густую сеть мелких капилляров поэтому когда вот мелко режетесь там совсем чуть-чуть поверхностно вытекает такая очень ну либо если белая жидкость прозрачная то это лимфа вытекает то есть там тоже есть физические сосуды а если же вот небольшая кровь течет который сразу практически сворачивается это вот этой капиллярная сеть а в сосочком слой сетчатом слое получается там располагается большое количество коллагеновых волокон вол эти волокна образуют в целом всю опору для нашего организма в том числе для кожи то есть эта функция опоры эта функция придавания формы защиты и в целом в ней располагается вот эти все местилища для волос там и социальных потовых желез что еще есть в дерме такого интересного там есть лейкоциты то есть эти белые клетки крови которые занимаются у нас иммунитетом они первый уровень их там располагается и пир и они первые встречают патоген какой-то который попадает на кожу если говорить давайте враги под это извиняюсь сейчас если вернуться еще раз к дерме начидаш к эпидермису я как сказал что там есть сапрофитные бактерии те которые живут она на нашей коже они выполняют функцию такую что когда бактерии которые в норме на нас не живут туда приходят тем говорят то есть той братан типа это наша . ты сюда не пойдешь то есть они просто их отталкивать видя какие-то вещества там просто уничтожает просто вот так вот гиподерма гиподерма или подкожная жировая клетчатка это жир который располагается под дермой и защищает защищает внутренние органы кожу придает коже опоре опору и согревает даже не согревает а участвует теплоизоляция организма в целом вот это основная функция жирового депо что такое куда ты пошел и так функции кожи как ни странно когда мы думаем о функции кожи нам это приходит на ум первое статическое как ни странно потому что как бы она не было механика механически быть не относились к своему телу как у нас по состоянию нашу кожу можно определить здоровье человека можно определить чем он вообще питается по запаху от кожи в том числе вот и мы очень сильно следим за своей кожей мужчины меньшей степени женщины большей степени потому что это передавая скажем так при общении барьерная функция это защита механическая защита от по некоторых повреждений там те тех же каких-то ушибов порезов а ультрафиолетового облучения что кстати забыл сказать что в эпидермисе самом нижнем слою лежат клетки меланоциты который синтезирует меланин меланин это белок пигмент который дает цвет нашей кожи у негров он меланина этого больше у негров меньше соответственно какая функция этого меланина этого для меня некоторое открытие было что этот меланин он выделяется вот в эти верхние слои эпидермиса и образует некоторый защитный слой вокруг ядра клетки защищая его от ультрафиолетового света тем тем образом защищая его от спонтанных мутаций а то есть ультрафиолет очень сильно амута мутаген физический вот и амиланин собственно и для этого и существует охрана внутренней среды организма от обезвоживания то есть как я сказал что кожи водосолевом балансе еще принимается участие выделяется вода вместе с электролитами выделительная функция помимо того что выходит под вместе с сальными железами выходят некоторые продукты распада такие как мочевина мочевая кислота потом теплообменная функция эндокринная функция в в целом в сей коже диффузно располагаются клетки там внизу там в нижних слоях это пут система мелкие разбросанные эндокринные железы а также вырабатывают в глубоких слоях серотонин для местной регуляции в целом это может влиять на общее состояние организма иммунная функция как я сказал про сапрофитных бактерий которые на нас живут и место обитания то есть это есть место обитания полезной флоры заболеваниях особенности заболеваний по сравнению с тем же заболеваниями мозга найдено меньше то есть 5000 не так уж много заболеваний ну так как медик скажу что 5000 это немного то есть это 5000 разных то есть не совсем разные болезни то есть там есть какой-нибудь микоз там вызванный тем то и 16 форм и все это считается что нас разных заболеваний вот сложная дифференциальная диагностика когда я дальше буду показывать показывать морфологические элементы вы там поймете что вот есть пятно какое-то то есть пятно и какие-то папула вокруг вы понимаете дерматолог смотрит такой и что это то есть папула папу это могут быть вызваны там и вирусами и бактериями и просто какие-то аллергеном а то есть и проходит нужно включать мозг сильно включать мозг который нужно развивать и чтобы не стареть и нужно включать некоторые дополнительные методы диагностики легкое течение заболевания как наверняка в детстве там в подростковом возрасте все переболели прыщавостью так называемой да это тоже как бы считается патологическим состоянием но никто по этому поводу большинство не по этому поводу не обращались к врачу хотя это тоже лечится вот некоторые заболевания там грибок допустим на ноге когда появляется у мужчин чаще всего ходят они мы с ним уходят пока там не вырастет камень штука большая вот ну и редко как как следствие редкое обращение специалисту тем более мужчины редко еще реже обращаться дерматовенерологу потому что во первых это дерматовенеролог то есть что я пойду венерологический диспансер чтобы мне подумать жена ну то есть и так далее а и так что надо сказать по поводу заболевания что все они начинаются с первичных элементов так называемые первичные морфологические элементы они располагаются точнее они появляются на первичной неизмененной кожи то есть у вас есть кожа и вот они появились их две группы 35 в них входит элементов слева это пузырек пузырек на яичок это полосные формы полосные элементы пятно волдырь папула бугорок узи это бесполосный элемент то есть нет никакой полости и так начнем с полосных пузырек это я забыл предупредить будет очень много картинок все возможно не будут не очень красивые вот совсем не красиво откровенно говоря некоторые вот это пузырек это пузырек и при герпесе возможно для кого-то открытие что герпес бывает не только на губах а вообще везде организме и он локализуется такими пузырьками в этих пузырьках располагается сам патоген и мертвые нитрофилы нитрофильные лейкоциты это то есть сам гной по большому счету или к судат если по умному говорить и располагается все это в сосочковом слой и эпидермисе соответственно заболевание которые протекают сосочком слое эпидермисе протекает без рубцевания и вот все это лопнет и заживет и визуально кожа никак не изменится пузырь это по большому счету то же самое только намного больше нам чуть чуть больше пузыри кстати наверняка вы видели когда-нибудь у вас были при сильных этих как их мозолях то есть когда человек бегает бегает в футбол особенно или хоккей и не чувствует что натирает вам снимает ботинок снимает насколько там такая штука очень страшно и на самом деле безболезненно просто вскрывается вытекает жидкость и все это там чаще всего не воспалительная жидкость поэтому большого вреда не приносит тоже локализуется обычно в сосочковом слое и зарастает без рубцевания что-то еще хотел сказать также пузыри образуется при ожогах солнечных ожогов второй степени гнынчок это уже гдерма гдерма причем зачастую бывает что именно уже сетчатый слой соответственно если сетчатый слой то вероятно рубцевание то есть если был большой какой-то гнынечок то на его месте могут образаться рубец или атрофии наоборот и так пятно 5 на бывают разные бывают пятна пигментные то есть участки ги по или о пигментации то есть отсутствие или малого пигмента либо гиперпигмент а что вот слева на картинке бывают воспалительные невоспалительные пример воспалительных это премьер воспалительных это когда приложили утюг у легонечко и убрали сразу от руки будет красное пятно если не прошли до конца. Это будет воспалительное пятно. Невоспалительное пятно это покрасневшая девушка от комплимента. То есть сосуды расширились, пятно появилось. И есть артифициальное пятно. Сложное название, но это пятна искусственные, то есть это какие-то боди-арт и татушки. Это тоже является отдельным морфиологическим элементом в дерматовенерологии. Валдырь. Валдырь это подкожный и в пределах эпидермиса и сосочков флодермы отек. То есть это избыточное туда поступление жидкости. Чаще всего связано с какой-то аллергической реакцией. То есть там человек укусило, оса, допустим, расчесал себе и вот такие штуки повылазили. В целом этот морфологический элемент очень нестабильный и он может пройти минут через пять-десять. Поэтому вы пока дойдете до дерматовенеролога, он такой, что у тебя, все нормально. Вот поэтому, если у вас такое случилось, сфоткайте и бегом к врачу. Вот. Папула. Папула это уже продолжаются элементы уже безполосные. Что из себя представляет папула? Это тоже некоторый эксудат, точнее транссудат, и клеточные элементы тоже в сосочковом и эпидермисе. Папула бывают разные. Вот это миллиардный папула называется, который очень мелким, как будто просто посыпали. А бывают лентикулярные, очень много слов. Там есть чечевицеобразные, монетаобразные и бляшки. Вот. То есть по всему телу они могут быть в виде вот таких больших бляшек или вот таких маленьких папул. Бугорок. Бугорок это увеличенная папула, когда уже процесс пошел чуть ли не до... Да, это уже сетчатый слой дермы. Вот такой большой на носу бугорок. И узел. Узел это когда происходит поражение подкожно-жировой клетчатки. Узел чаще всего во время узла формируется фолликулит, если кто-то был знаком с ним. Вот. Вторичные морфологические элементы появляются на месте первичных, как закономерное их развитие. Опять же, вот их нет разделения, то есть все эти 11 элементов, они просто встречаются как вторичные повреждения. Итак, чешуйка. Это чешуйка при псориазе. Ну это не чешуйка, это участок кожи, который подврежен чрезмерному очешуению. Итак, мы видим, что, видимо, первичный элемент пятно. То есть вы видите, что... Ой, есть красное пятно, да, какое-то? Есть некоторые возвышения по периферии. Это папула, тоже первичный элемент. А то, что нарушается внутри кожи, ее кератизация, то есть образование кератина и образование новых клеток, об этом свидетельствуют как раз-то вот эти белые пластинки сверху. Видно, да? Это и есть шелушение, чешуйки. Вот, бывают вот такие чешуйки. Это заболевание ихтиоз. Когда на теле, вообще во всем, ну либо на всем теле, либо на нижних конечностях очень жесткие чешуйки. В целом, лечится за пару дней. Корка. Корка, это у нас, получается, лопнувшие уже... Это лопнувшие эти, господи, всякие пустулы, гнойнички. И вот это сверху желтым, это уже гной. Тут изображен сикоз. Это заболевание чаще всего встречается у мужчин, когда у них возник какое-то небольшое поражение кожи, там гнойничок какой-то. И они начали бриться, травмируют всю кожу вокруг и размазывают там этот гной. И вот... Это сикоз. Если вы видите мужчину, у которых здесь много таких штучек, скажите, у вас сикоз. Вот, это расчесы. Расчесы бывают, грубо говоря, насильственные, то есть специальные, либо из-за болезни какой-то. Бывают психически больные люди, которые сильно себе расчесывают все руки, и их нужно отправить к психиатру. А бывают расчесы на месте жесткого зуда. Здесь это чесотка. Вот, чуть позже о ней буду рассказывать. Эрозия – это просто дефект наружный, там покрытая фибрином чаще всего внутри. То есть уже достаточно такой крупный дефект. Язва – это еще более глубокий и крупный дефект, там внутри гной и так далее. Трещины. Трещины – это разрушение вот этого расхождения слоев эпидермиса, и туда часто могут попадать всякие патогены. Рубцы. Рубцы возникают на месте хирургического вмешательства, все понимают, да? Рубцы бывают гипертрофические, как вот это, то есть он больше кожи, то есть он увеличенный. Бывают гипотрофические, когда меньше кожи. И бывают килоидные рубцы. Это рубец такой на всю кожу. Это нарушение синтеза коллагена в организме, генетическое заболевание. Атрофия – это противоположная рубцеванию картина. Здесь изображена склеродермия, заболевание. То есть когда коллагена в месте дефекта совсем мало, и кожа проваливается. А еще видите, она белая, потому что уничтожен этот нижний слой эпидермиса, и меланоцитов просто-напросто нет. Соответственно, некому синтезировать меланин. Лихинификация – это увеличение вот этого сосочкового и сетчатого слоя. И вы видите, много таких морщинок отдельных и элементов. Вегетация – это сильное разостание сосочкового слоя. Тут это изображено бородавкой. Обычная бородавка, вызываемая вирусом, очень легко удаляемая. Пигментация – вот такой черный репер. Это вариант депигментации, то есть уменьшение пигмента. Точнее, его полное отсутствие. На данном изображении посвящено болезни Витилига. Генетически предположено очень много появляется пятен, совершенно без пигмента. Итак, по этиологии все заболевания можно различить на бактериальные, грибковые, паразитарные, вирусные и заболевания садительной ткани. Бактериальные. Они вызываются либо стафилококками, либо стрептококками. Ну, либо вместе. А что характерно для их дифференцировки, что стрептококки могут поселиться, точнее, начать свою активную бурную деятельность на коже человека в любом месте. Им не важно, там, это просто кожа или там волосяной фолликул. А для стафилококков принципиально они локализуются в волосяных фолликулах или в устьях сальных желез. А, в общем, из стафилококков это чаще всего золотистый стафилококк, самый популярный такой организм. И из стрептококков это бета-элитический стрептококк. Стафилодермия. Вот такая. Вот такая стафилодермия. Это практически фурункул. На прошлой катетике был фолликулит, воспаление фолликула. Это фурункул уже, большое такое гнойное образование. А вот это уже карбункул. Когда это много-много-много фолликулитов и фурункула, все это в одном срастается и в итоге лечится хирургически. Что еще про фурункул сказать, чтобы вы точно это посмотрели. Чаще всего фурункул возникает у солдат, как ни странно, или у людей, которые носят очень жесткие воротнички, потому что постоянно натирает, происходит воспаление вот этих волосиков сзади. И натирает, и воспаление, и вот такая штука. Вот тоже стафилодермия. Это сикоз, о котором я говорил. Стрептодермия. То есть видим, что это молодой человек, у которого еще как таковых фолликулов не развиты на лице, и просто отдельные участки поражены. Это уже стрептодермия. Это очень жесткая стрептодермия на голени, называется эктима. Глубокий дефект вплоть до костей. Вот, лечение. В первую очередь нужно сказать, что такие поражения ни в коем случае нельзя мыть. Если вы увидите, что какие-то образуются гнойные штуки, какие-то пузыри образуются, если это маленькие, особенно пузыри стрептококковые, то ни в коем случае нельзя мыть, потому что на утро проснетесь, и будет вся там рука, нога, все тело в этих пузырях. Ну, используются системные антибиотики или местно. Тут уже по желанию и по назначению дерматовенеролога. Хирургически лечится какой-нибудь карбункул, то есть там все это вырезается к чертям. И саморазрешение, большинство заболеваний, допустим, фурункулов, фолликулитов, они сами все могут излечиться. Там только потерпеть чуть-чуть надо. Микозы. Микозы бывают. Микозы – это заболевание, вызватое каким-то грибками. Поверхностные, дермальные, кандидозы и глубокие. Поверхностные поражают только эпидермис, дермальный дерму, соответственно, глубокие, еще глубже, вплоть до внутренних органов. Кандидозы – отдельная группа, потому что грибки рода кандида – это особые такие патогены в нашем организме. Сейчас скажу почему. Трубевидный лишай. Очень замечательное заболевание. Трихофитии – это грибки крупного рогатого скота. Болеют чаще всего люди, которые, ну там, сельхозработники чаще всего. Сейчас редко встречаются. Эпидермофитии поражают в основном ноги, грибок ноги. И есть… да-да-да, блин, забыл предупредить. То есть поражают ноги и ногти. Ногти можно по-разному поразить. То есть сначала, чтобы они там были совсем… Вообще ногти может отвалиться, а может деформироваться, а может наступить такое классное состояние, как онихогрифоз. Типа нокоть, как у грифа. Вот, мне очень понравилось это. Поэтому это самое милое еще фотографии, которое я нашел. Советую посмотреть. Вот. Кандидоз. Кандидоз – это грибки, вызываются грибками рода кандида. Грибки, которые живут в нашем организме. Живут, 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 пока кожа начинает ощелачиваться. Или кожа, или какие-то слизистые. И вот выпадет вот такой видит ворожистого осадка на лед. Располагаться может на слизистых. Это в половых органах, во рту, в носу даже есть некоторые случаи. В общем, вот так. Лечение. Не обниматься с уличными животными. Для мужчин характерно тоже, вот про ноги я говорил, да, заболевания. Грибков к ног. Когда в общественных душах, ну и у женщин тоже часто ходят в общественных душах без тапочек. Нужно иметь всегда свои собственные тапочки, потому что кто-то зашел туда с грибком, а там влажно, сырый, всегда вода, им вообще там кайфово. Вот. Нужно носить свои тапочки, чтобы не заболеть. Вытираться своим полотенцем, потому что, опять же, обтертся человек, который болеет. Дал тебе. Ты такой, ну, спасибо. Вот. Не мыться после появления. Опять же, акцентирую внимание, что если появился какой-то странный очаг, лучше не мойте его. Если срочно нужно помыться, заклейте его чем-нибудь. Вот. Используя противомикотики, это специальные такие препараты с смешным названием. Это, то есть, микозы, противомикозы. Вот такие препараты. И противогрибковые мази, такие как ламизил и так далее. О, самое интересное. Паразитарные заболевания, чесотка и вшивость. Чесотка вызывается вот таким милым клещом, который, в принципе, виден даже невооруженным глазом, там, если его хорошо присмотреться, там, на иголочке он садит его, так и смотрит. Он живет в эпидермисе. И живет там, когда попадает на эпидермис, начинает грызть внутрь, прокладывает ходы, углубляется. И живет там, размножается. Это самка. И пока он ползает, он откладывает яйца. Вот скотина, на самом деле. Вот. Это чесоточный ход. Вот слева вы видите место вхождения, более такая крупная дырка. Там, причем, прям видно, что чешуйки разошлись. И вот это... Всем видно, да? Как двигалось это животное? Можно не заметить, как тебе похоже, что-то... Спокойно. То есть, чаще всего, как чесодка, это распространяется, контагиозный путь. То есть, у нас есть какие-то перила, кто-то подержался, потом кто-то взялся. И вот это место чаще всего поражается, запястье. Лазит туда и живет. Зачастую еще инкубационный период, то есть, пока развивается заболевание, достигает чуть ли не двух недель. То есть, если туда попадет какая-нибудь молодая особь, которая еще не может откладывать яйца, она будет ждать-ждождать, и вы вообще забыли, что вы там что-то трогали. Вот. И потом начнет ползать по вашему организму. Вот. Вшивость. Вшивость. Бывают разные вши. Вши, 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 вши. Вши, плотиная вошь и волосистая часть головы вошь. Сосуд кровь. В целом безопасный по большому счету, только некоторые болезни переносит. Ну, редко на самом деле. Вот. Не хочу о них сильно много говорить. Лечение. Чесотка с современными методами лечения можно вылечить за один день. Стоит это тысячи полторы-две. Ну, берете, прыскаетесь, и все хорошо. Но! Чтобы повторно не заболеть, и нужно обработать всех, с кем вы как-то контактировали, тоже за эти полторы тысячи, контактировали, всех домашних людей, с которыми вы живете, всех животных, всю одежду, всю мебель, все полы. Ну, все надо обработать. Вот. Вшивость. Бреемся. То есть волосы убираем. У женщин это просто убирает в шею, убирает куколок, которые в ши кладут, точнее откладывают на волосы. Прям можно присмотреться, там такие штучки образуются. И просто убиваем их. Вот. Вирусное заболевание герпес, красный плоский решай, папилломы и бородавки. Вот так выглядит герпес. Рецидивирующее заболевание, от которого по большому счету нет лекарства. То есть оно появилось, и все. Вы, то есть, там, помучились три дня на губе, да? Помучились три дня, оно лопнуло, все зажило, и через там полгода еще раз вылезет. Просто вот так смиритесь с этим. Красный плоский решай. Очень была интересна для меня информация, что он вызывается вирусом, который вызывает ветрянку. То есть если человек переболел ветрянкой, то этот вирус не уходит никуда из организма. Этот вирус поселяется в ганглиях, спинномозговых ганглиях и живет там себе припеваючи. Пока к старости, то есть чаще всего красный плоский решай наступает либо у ВИЧ, опять же, больных, то есть с иммунодефицитом, либо при уже старости, там, 60-70 лет, чаще всего, вдоль нервов начинает высыпание вот такого характера появляться. Очень чешется, наверняка. Ну, говорят, что сильно чешется. Вот. Папиломы. Сразу хотел показать такую картинку, чтобы вы чувствовали разницу. Папиломы – это вот такое внутреннее разрастание, еще выход кожи, да? Эпидермиса. В целом, если у вас есть на коже папиломы, это не значит, что у вас папилома вирусная инфекция, нужно срочно ее удалять. Живите с ней и все. Можно приходить к осметологу и удалить. Это ничем не мешает, кроме статического элемента. Меланома – опухоль прорастающая, родинка – вот такая непрорастающая, родимое пятно – это просто много миелина сверху. Понятно? Понятно. Бородавки. О, а я там не рассказал, про вегетацию, что ли? Вот. Во вторичных элементах есть еще такая штука, как вегетация. Это… А, я рассказывал. Рассказывал. Вот. Вот она. Бородавка. Тоже вызывается вирусом. Лечение противовирусной препараты, наружное, то есть местное и внутреннее. Хирургическое и химическое. Хирургически удаляются некоторые вещи, химически прижигаются, например, жидким азотом или кислотой азотной. Смирение, как я сказал, поможет с герпесом. Вот. И хотел закончить соединительной ткани. Заболевание соединительной тканью. Это красная волчанка. Еще называют. Есть системная форма, есть кожная форма. Соответственно, СКВ или системная красная волчанка – это системная волчанка СР. Это не системная форма, а кожная склеродермия. Все вы знаете, доктор Хаус, который очень любил ставить диагноз волчанка. Красная волчанка проявляется в виде вот такого, так называемой бабочки. Видите, как будто крылья. Поражается кожа, нарушается ее пролиферация, то есть появление новых клеток кожи. Много чего. В общем, это заболевание аутоиммунное. Непонятно до конца этиологии, но суть, скорее всего, в том, что в организме почему-то образуются антитела к ядрам собственных клеток кожи. То есть они начинают разжаться, воспаляться, и вот такая картина. Потом, вот на фоне вот этой красной покраснения развивается гиперкератоз, то есть очень много вот этих чешуек. И вот так очень болезненно отрывается кожа. То есть они прям вот эти они врастают прям столбами и внедряются внутрь эпидермиса, и очень больно отрывать. Ну, а лучше не стоит на самом деле. Вот. Слеродермия, нарушение образования, то есть тоже генетическое заболевание, нарушение образования коллагена, что приводит просто к его чуть ли там не рассасыванию в некоторых участках, совершенно рандомных. И вот, то есть нет коллагена, провалилась кожа. То есть если там гладить, там будут мышцы даже, и даже подкожные жировые клетчатки скорее всего не будет. Вот. А, вот с чем я еще хотел закончить. Заболевание псориаз. Кто-то видел людей, болеющих псориазом? Есть хотя бы, да, есть люди, да? То есть сразу говорю, что это генетическое заболевание, заболевание связанное с нарушением, опять же, пролиферации вот этих киротиноцитов, то есть клеток эпидермиса. Они, то есть в целом, у них жизнь восстанавливается через 14 дней, да? Цикл созревания. У людей, болеющих псориазом, это цикл 1-3 дня. То есть у них очень много вот этих образуются киротиноцитов, образуются чешуйки по всему телу. Очень неприятное состояние. Бывают разные формы, легкие, тяжелые. Эти больные не заразны и зачастую требуют психологической помощи и просто дружеского плеча, и общения. Хотя очень часто бывает, люди от них отворачиваются, потому что это достаточно обезображивающее заболевание. Вот такое вот. Иногда даже не чешется, может вообще быть безсимптомно проходить. То есть вот так образовалось и все. А бывает, наоборот, очень сильно чешется и болит. Вот. Спасибо за внимание. Следите за своей кожей. Спасибо.